Отсюда Сочи начался как курорт. Глава города Алексей Копайгородский с рабочим визитом в главные больнио-лечебницы Сочи. Экскурсию по комплексу мэру проводит директор Мацесты Елена Даутова. В 40-м году оно было именно таким. Поэтому это памятник архитектуры и памятник исторического культурного наследия. Короткий экскурс в историю. После мэра приглашают попробовать пластунскую минералку. Эту воду можно пить каждый день. Противопоказаний нет, только польза. Еще на Мацесте прописывают сероводородные, йодобромные ванны и радоновые. Они насыщены природным газом. Огненная вода, так ее называют за обжигающий эффект, восстанавливает функции сердечно-сосудистой и нервной системы. Мэр Сочи отметил, важно сохранить уникальный комплекс для будущих поколений. Принять целебные процедуры на Мацесту приезжает около 40 тысяч человек со всей страны и из-за рубежа. Сюда привозят курортников из 70 санаториев города. Но известная здравница могла бы принимать и больше. Из общего числа пациентов всего 2% сочинцы. Врачи местных поликлиник должны чаще прописывать сочинцам больниопроцедуры в качестве лечения или профилактики заболеваний, подчеркнул мэр. Сейчас в администрацию уже готовят дорожную карту. Из главного корпуса делегация отправилась к Мацестинским пещерам сероводородным источникам. По пути внимания мэра привлекла набережная реки, которая сегодня не в лучшем виде. Этот участок набережная отремонтируют в следующем году по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Благодаря ему в Сочи ежегодно обустраивается несколько прогулочных зон. На сегодняшний день УКС ведет проектирование, будет готов дизайн-проект этого участка в такой же концепции, как первые два этапа, которые вы наблюдаете, уже благоустроенные. И по срокам в 2020 году будут проведены торги. И я думаю, где-то к июню-юлю месяцу полностью наша логистика сквера Мацеста будет уже в нормальном законченном виде. Первую очередь Мацестинского сквера уже объединили с Теренкуром после завершения очередного этапа благоустройства. В следующем году город получит 10-километровую прогулочную аллею от главного здания больно-лечебницы до центрального стадиона.